Всем привет! Сегодня мы поговорим про обидчивость турок, как бы я, например, поступала в каких-то ситуациях. Примером будет кусочек из письма от подписчицы. Я его все зачитывать не буду, но не всю историю, это не важно. Сам пример, короче, конфликта. И мы сейчас разберем на конкретном примере причины, что, в общем, с этим делать, и как в этой ситуации, например, бы ей можно было среагировать. В общем, познакомились они с парнем в реальной жизни, в отпуске, потом начали общаться в интернете, но не важно, в общем. В очередной раз мы переписывались во время того, как я ехала за рулем. Он мне начал звонить. Естественно, трубку я не взяла, так как говорить за рулем опасно и неудобно. Остановившись на светофоре, я ему написала о том, что я вообще-то за рулем. И, приехав домой, минут через 15 уже, я написала с вопросом, знает ли он, что можно ли уже позвонить, как бы будем дальше разговаривать-то. Он ничего мне не ответил. Я решила проявить инициативу и позвонила тогда сама. Он просто скинул меня. Я спросила, что не так? И тут началась серия сообщений мальчика, которого обидели. Английский у него не очень хороший, поэтому мы общались на турецком через гугл-переводчик. А я татарка и немного турецкий понимаю. Естественно, я подумала, что, может, я где-то совершила языковую ошибку, или он меня не понял. В общем, по итогу, сейчас играем в молчанку с ним, не общаемся. Но он до сих пор следит за мной в социальных сетях. Отсюда вопрос. Обидчивость – это национальная черта турок? И, смотрите, отвечаю. Да, к сожалению. Это обидчивость, это манипуляция, которую он не учит с детства. Можно назвать это такой чертой. К ней очень часто здесь прибегают люди. Не все, конечно же, ну, блин, процентов 90, ну, назовем так практически все, это частая история. Или если турки не манипулируют через обиду, они общаются, выясняют отношения. Но если турок просто обиделся реально, не вымогает какие-то действия, а просто «я обиделся» и перестает с тобой общаться, может, с чувства гордости этой обиды, не общаться годами, вы не ослышались. То есть не месяцами, не неделями, не днями, а годами. У них очень частая история, когда поругались, обиделись за какой-то историей. То есть конфликт произошел, и люди просто не контактируют. Родные, братья, сестры, папы, мамы, дети, то есть самые близкие могут не общаться годами. Жить в соседних домах и не здороваться, не ходить в гости, демонстративно игнорировать там мероприятия, если этот родственник, с которым ты поругался или обиделся, там присутствует и так далее. И это очень частая история. Я бы даже сказала, этот вопрос какой-то гордости, чести у них считается, обиделся — все. Ну вот история, которую девушка в письме написала, она очень частая. Вот это не тот случай, это манипуляция, причем очень глупая, на пустом месте абсолютно. Здесь о чем мы можем говорить? У мужчины проблемы самооценка, ему важно внимание к себе и к своей персоне, к своей личности. Ему 10 минут, видите ли, не уделили, сбросили, у него уже все корона, короче, пошатнулась. И он вам такие загетоны как бы выпячивает. Вот здесь, поживя уже столько лет, я как бы сейчас могла дать рекомендацию. У меня подружка пришла с таким вопросом, слушай, Галь, типа не звонит, не пишет, что сейчас делать? Для начала тоже не общаться с ним я бы не стала, не вестись ни в коем случае. Вот это проставление сейчас, граница обозначения. Вот вы сейчас поведетесь, будете реагировать, ну не прощения просить, но выходить на контакт. Первое — делать шаги, первое — писать. Это же фигня, вы подумаете, ну ничего серьезного не произошло, ну почему бы не написать? То есть он уже остыл, успокоился. Но он кто начал, развязал эту заварушку, пусть тот и как бы извинения какое-то просит. Да, есть риск его потерять с ним общение, он может вообще пропасть, но тогда не такой мужчина вам и нужен, понимаете? Это проблемы. Значит, у него такие жесткие вот эти капризы, что он так хочет выстроить с вами границы, что вот если вы не пришли каяться, извиняться ни за что, причем, да, за то, что он там на что-то обиделся, если вы не пришли с понурой головой, то его это не устраивает, ему нужно всегда, чтобы перед ним прогибались, чтобы он манипулировал. Это жесть будет. Я вообще сразу говорю, вот такое происходит, никогда не идите сразу первое мириться, если он пропал, и с катертью дорожка, потому что это будут проблемные, манипулятивные отношения. Вам оно не надо в это вязать. Он, скорее всего, остынет в этой ситуации, сам со временем напишет, я там обиделся, назовет вас тоже виноватой. Вам надо сразу, когда такая история происходит, в интернете как-то поругались, да, со своим турецким избранником на расстоянии его соотношения, сразу проговаривайте проблему, сразу вот миритесь как-то уже, да, о примирении. Вы прямо говорите, мне это не нравится, первое, мне не нравится то, что ты сделал. Не надо объяснить, это манипуляция, бла-бла, ну, для него это, скорее всего, ничего не дойдет, он так всю жизнь живет, и у него в семье-то все так делают, для него это окей, норм. А ваша задача донести, что у меня в моей семье это не окей, не норм. Если ты прерываешь со мной общение, и, например, две недели не выходишь на связь, я начинаю искать другого мужчину, например, или я не отказываю там в свиданиях, ухаживаниях и так далее. Если ты две недели-три со мной не общаешься, запусти какого-то звонка, значит, я делаю вывод, что я тебе не нужна. Прямо вот донесите до него, разложите это, поймите. Ему надо объяснить, потому что в его голове это не 2 плюс 2 не складывается, у него это по-другому, у них это попроще, другое к этому отношение и так далее. И говорит о том, что Турчанка будет сидеть и ждать звонка от него, или какой-то весточки, такая вся, не-не, она тоже не будет. Но она потом просто не скажет о том, что у них какие-то ухажеры, она умолчит, скорее всего, чтобы быть тоже в белом пальто. Вот, ну, короче говоря, вам надо точно расставить границы и сказать, что вам это не нравится. В следующие разы вам, короче, это первое, звоночек не очень хороший, чувак любит манипуляции. А надо выстраивать границы и четко их свои держать, не позволять собой манипулировать. И третье, у вас у него еще будут попытки, потому что ему очень трудно будет перестроиться, у него это автоматически, это, естественно, его процесс жизнедеятельности, манипуляции, обиды. И каждый раз мы его тыкаем, как носиком, понимаете, нельзя, мне не нравится, объясняем, проговариваем, каждый раз это все делаем, потому что это личные границы, они нужны только вам. Он сам по себе автоматически ничего-то соблюдать не будет, ему наплевать на границы, он хочет прогнуть, он хочет манипулировать, чтобы было так, как ему комфортно и удобно. Если мы вообще по психологии берем обиды, обиды — это фиксация вообще такого поведения, если мы берем стадии по Фрейду, это примерно анальная стадия по возрасту, два с половиной-три года — это время, когда ребенок к горшку приучивается, есть какие-то застревания, травмы. На самом деле это недолюбленные дети в то время, которые только своими обидами манипулируют, получают любовь, внимание, заботу своих родителей. Это дети, которые встали, наступились, ручки в боки, внезапно ни с кем не разговаривают, ничего не произошло, он на что-то типа обиделся. И тогда все бегут и спрашивают, что с тобой, а как ты? Могут даже родители и не обращать на него внимания. Но вот эта манера, на самом деле, это когда ребенок чувствует себя одиноким, он не чувствует любви, заботы к своей персоне, от родителей, они уделяют мало внимания или его не любят. И таким образом он только понимает просто в два с половиной-три годика, что когда он уходит от контакта, социально уходит из социального контакта, наказывает не общением с собой, вот этим игнором, он тогда производит некое давление, манипуляции, тогда родители спрашивают, все ли с ним в порядке. То есть если ты ручки в боке, на тебя реагируют, окей, работает. Вот так это закрепляется. Если родители вот такие, не уделяя достаточно внимания любви и заботы ребенку, а бегают только по его манипуляциям, по обидам на него, внимание обращать 100%, вырастает у нас манипулятор вот такой, который любовь к себе проверяет через манипуляции такого характера. Поэтому у вас уже, когда вы выросли, взрослая тетя, и он взрослый дядя, встречается, два таких, да, и он с вами сразу, он с первого общения, он начинает вам манипуляции проворачивать свои. Это говорит о нем, что у него проблемки в этой сфере есть. И это не вопрос именно турецкой национальной какой-то черты всех турок. Здесь просто очень много таких манипуляций в семьях из-за своей особенности восточного воспитания, да, когда очень многие эмоции подавляются, не разрешаются, аипятся, позорятся, и из этого вытекают манипуляции, короче говоря, да. Это здесь как бы окей и норм вообще, к этому какого-то плохого отношения нет. Ну как бы и окей. Но дело в том, что вы в этой среде не выросли, не воспитываетесь европейским, например, менталитетом или происхождением. Вам это трудно, у вас другие категории. В этом вам надо, чтобы с таким мужчиной быть вместе. Вам следует расставить четко свои личные границы с разумом в начале общения и очертить, что вы не ведетесь, во-первых, как родители, за ним не бежите в этот момент, когда он обиделся. Второе, что манипуляциями у него результата нет, он не добивается своего. Если он хочет, у вас правило должно быть, с вами нормально общаться, встречаться, то он должен не обидки и сопли на кулак мотать в уголке, стоять, пока вы к нему бежите и трясете, что с тобой произошло, в чем я виновата, в чему-то такая реакция, он должен с вами проговаривать свои эмоции, свои проблемы. То есть, условно, если тебе дружок что-то волнует, подходи, говори. Не хочешь учиться разговаривать через рот? Нам с тобой не по пути, мы расстаемся, скорее всего. Потому что, ну честно, вы с ним задолбаетесь. Если вы здоровый человек, да, хотите здоровых отношений, то вы это чувство быстро поймете, вот эти манипуляции, ваши отношения развиваться не будут. Вы расстанетесь с таким человеком. Если вы хотите, если у вас все окей, у самой все с вами здорово, классно, но если вы, например, ребенок манипулятивных родителей, для вас это может показаться нормой, тревожные фоложочки красные не сработают, для вас это будет норма такая же, как и семьи из детства, и с удовольствием будете поддаваться манипуляциям, позволять нарушать ваши личные границы, ввязывать нездоровые отношения, в которых с вас тянут, собирают, мало отдают, хотят только от вас, вас в основном винят во всем, то вы можете подключиться вот в такую нездоровую как бы историю. То, что будьте, пожалуйста, стороной, осторожны, особенно те, у кого в вашем опыте были манипуляторы рядом с вами, вы такой опыт жертвы манипуляции испытывали. Этот опыт, к сожалению, у нас такая функция есть у мозга адаптивная. Человеческий мозг пристраивается, абсолютно адаптируется к всему. И, условно, если нас палкой бить каждый день, через год мы уже будем думать, что это нормально. И наш мозг для того, чтобы выжить, будет давать тебе сигнал, что это окей. И если тебя палкой не побили, ты ее сам пойдешь просить, потому что подумаешь, блин, тревожно, дискомфортно. У меня же есть привычка, рефлекс выработался, палкой сегодня не бьют. Значит, погода, наверное, плохая будет. Или еще какие-то проблемы, лучше пусть палкой побьют. Понимаете? И вот наша психика просто вот такая очень у людей адаптивная. И чтобы мы не можем так вот раскисать и под все подстраиваться, как бы классно обтекаем, но мы потом страдаем от этого. Быть синяками побитыми палкой не очень окей. Соответственно, быть в отношениях с манипуляторами, перескакивать на других манипуляторов, это быть всегда под манипуляциями. Не жить по своему желанию, а выполнять желание другого человека, так как ему хочется. Настанет время, когда вы задаетесь вопросом, а у меня-то что есть вообще? Я в каком остатке? У меня какой выигрыш? Скорее всего, никакого. Вы поймете, что вы свою жизнь тратите на обслуживание интереса другого человека, вашего партнера, например. Ну, такое себе удовольствие с таким встретиться, да, откровением в середине своей жизни и задаваться более экзистенциональными вопросами, типа, нафига я вообще живу, пока я обрабатываю интересы других людей. Поэтому, если мы вкратце подводим к этому видео, я бы на вашем месте не стала никуда звонить, писать там, с ним выходить на контакт. Вы попробовали, с вас взятки гладкие, все. Ответственность не та. Не хочет общаться, не надо. Вам такой манипулятор не нужен. Ну, скорее всего, он выйдет на контакт, пообижается, ножками потопает, увидит, что вы не реагируете, ему будет тупо интересно, значит, что вы не реагируете. Какой-то диалог все равно, скорее всего, состоится. И вот в том диалоге вам надо расставить границы, сказать, чувак, ты мне симпатичен, нравишься, мне с тебя симпатия, я бы хотела с тобой общаться, встречаться. Ну, давай без манипуляции, по-нормальному. Если ты хочешь научись, я помогу тебе научиться по-нормальному общаться. Но на манипуляции я не согласна. Давай попробуем говорить через рот, если тебе что-то не нравится. Вот так это как бы по-здоровому может выглядеть. Напишите в комментариях, какие советы вы можете дать девушке, рекомендации ваши на эту тему. Если кому-то хочется прослушать курс здоровых отношений, он у меня есть в Телеграм-канале, там четыре замечательных лекции про личные границы, про высказывание агрессии в отношении, про этапы развития отношений, чтобы понять, на каком этапе, например, я застреваю, куда у меня дальше не идут отношения, или перестают быть здоровыми, переходят в больные. И самое важное, если это есть, как можно вообще пережить измену, если она была, работа над этим. В общем, и про личные границы там тоже есть, и про самооценку. Кому хочется, напишите мне на почту, я вам дам координаты, можно подключиться, послушать четыре этих очень интересных лекции. В инфобоксе под видео моя почта, пожалуйста, для ваших историй, приобрести, пожалуйста, лекторий, или кому нужна моя персональная консультация, психологическая тема письма, консультация, я вам отвечу. И вышлю всю информацию. Спасибо за внимание, пишите комментарии. Скоро увидимся, всем пока.